Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Буквально недавно в Рязани состоялся чемпионат Рязанской области по фитнес-бикини. Тот факт, что в соревнованиях приняли участие 36 действующих спортсменок, только доказывает красота и здоровье нынче в моде. Подтянутое рельефное тело, нахоженное лицо и волосы, лучистую улыбка – такой он образ девушки, которая выбрала для себя в мире фитнеса направление бикини. В спортивном мире сейчас практически настала новая эпоха. Девушки приходят в спортивный зал не только для того, чтобы похудеть, а и для того, чтобы создать идеальные пропорции своего тела с помощью фитнеса. Самое важное, что нужно запомнить девушкам, которые выбрали для себя этот путь – любая королева от природы. Ее задача в зале – придать огранку своей королевской сути. Прежде всего оценивается подача и образ. То есть девушка должна быть с ухоженными волосами, с ухоженным лицом. Также у нее должен быть красивый купальник. То есть ни для кого не секрет, что уже купальники качественные начинаются от 30 тысяч рублей. То есть можно сказать, что бикини – это довольно-таки затратный вид спорта. И прежде всего нужно вложить деньги в образ, чтобы быть привлекательной на сцене. А форма спортивная, она как бы уже отходит больше на второй план. Потому что фитнес-бикини подразумевает именно под собой поиск модели. Да, для рекламы какого-то спортивного питания, для рекламы спортивной одежды или каких-то спортивных аксессуаров. Очень многое зависит от раскованности, раскрепощенности, от своей подачи, от своего ощущения, наверное, себя в жизни. Потому что позы показать нужно одинаковые, но преподнести их индивидуально. Что касается конкретно тренировочного процесса, то будущая мисс фитнес-бикини должна серьезно подойти к данному вопросу и согласовать программу со своим тренером. Специалист сможет направить вас на правильный путь и подсказать, каким упражнениям и частям тела лично вам нужно уделить больше внимания, а каким меньше. Сколько в неделю должно быть силовых тренировок, а сколько кардио. Я занималась 11 лет танцами, то есть с детства с 4 лет. Далее я поступила в медуниверситет, и моя дружба со спортом немного прервалась. Но я параллельно занималась волейболом для себя, чтобы поддерживать себя в физической форме. В тренажерный зал меня привела мама в 10 классе, но я знала, что медуниверситет не позволяет на время не уделять много на какие-то такие увлечения. И попала только на 5 курсе, то есть 2 года назад. Бикини я узнала в то же время, когда сюда попала, но не было подходящих людей, которые могли мне подготовить. Спустя 2 года я встретила своего тренера Романа Сергеева, я познакомилась с Евгением и Алексеем Шаевым, и вместе мы достигаем какого-то результата. Для меня нет сложности. Я только совершенствую себя, свое тело, свой характер, силу духа, черпаю постоянно из того, что я делаю, только положительные эмоции. Мне несложно соблюдать диету, я обожаю тренироваться. Ну, скажем так, возможно, хочется разнообразить тренировки. У меня большие планы, может быть, кроссфитом заняться, может быть, функционально себя развивать. Любая девушка, причастная к этому новомодному направлению фитнеса, отметит, насколько важным является питание. В этом виде спорта недостаточно просто сесть на диету для похудения и сбросить пару, а может быть, и десяток лишних килограммов. Здесь очень важно день за днем трудиться и по итогу создать спортивное тело с красивой осанкой и пропорциональными формами. Прежде всего, благодаря своему упорству и трудолюбию. Питание – это залог успеха. Это 70% успеха, поэтому, да, это сложно, но это нужно. Трудно для девушки отказаться от вкусенького, от сладенького и всего остального, но если есть мотивация, то результат на лицо, точнее на тело. Когда примерно начинается подготовка к соревнованиям? За сколько? За месяц, за два, за три? Я имею в виду три минуты. Питание? Ну, режим как таковой должен быть всегда. Есть строгий режим сушки, который приводит к основному результату. Он должен начинаться где-то за восемь недель. И что это такое? Что такое сушка? Сушка – это избавление организма от лишнего жира, выгонка подкожного жира, чтобы был виден рельеф, работа на рельеф. Мисс фитнес-бикини может стать практически любая девушка, которая обладает хорошей самодисциплиной, целеустремленностью и волей к победе, прежде всего, над собой. Конечно, физическая форма имеет важные значения – пропорциональное симметричное тело, подтянутые мышцы, на отсутствие жира в организме, что достигается с помощью так называемой сушки. Но стоит отметить, что самым важным в соревнованиях бикинисток является подача. Вот и проводят они часы не только в тренажерном зале, но и в зеркальном, где позируют по чутким руководствам тренера. Позирование – это вообще, в принципе, как целая тренировка для девушки, потому что должна девушка показать максимум, что она мышечная, что она занимается в зале, но при этом она должна улыбаться. И никто не должен знать, что она на сушке, что это ее нормальное такое состояние, что она ходит жизнерадостно и вышла на сцену, что соревнования для нее – это прям праздник. Вы сама являетесь спортсменкой, не раз выступали в чемпионате, в том числе в чемпионате Минзанского власти в Москве, в данном спорте, на своем опыте расскажите, что нужно сделать, чтобы соблюдать организм? В первую очередь это подача, конечно же. Даже форма – это важно, естественно, если совсем полненькая девушка выйдет, там, никаких, какая бы харизма у нее ни была, там, ну, как бы шансов уже нет. Вот, естественно, первая – это форма, вот, первая – подача, а потом уже форма. То есть подача должна быть, ну, я уже говорила, что улыбаться, постоянная работа на суде, то есть не на зал, а именно работа на суде. Вот именно этому я как раз учу девушек. Так что накачанные до кубиков прессы или ягодицы – не самые ключевые моменты в номинации «Фитнес-бикини». Важно быть настоящей королевой. Ведь только когда вы поверите в себя, тогда и люди вокруг вас поверят в то, что вы лучший из лучших. И по праву вам должны носить титул «Мисс Фитнес-бикини». Конечно, не всем дано блистать на подиуме, да и желание такое появляется далеко не у всех, а вот заниматься спортом полезно всем и всегда. Если вы до сих пор не разделили современных веений и спортивного образа жизни, то вот вам несколько советов, как начать. В здоровом теле здоровый дух, а красивая фигура, подтянутые телом и крепкие мускулы – мечта многих и многих. Главное здесь – не сомневаться, что мечта эта вполне осуществима. Очень захотеть и перестав откладывать на неопределенное будущее – начать. Да-да, именно взять и пойти. Например, в тренажерный зал. В первую очередь нужно перестать стесняться, а если не очень получается, и вы уверены, что будете чувствовать себя не в своей тарелке, нет ничего лучше хорошей компании. Берите друга или подругу и вперед. Вместе покорять кантели, штанги и беговые дорожки. К тому же, как утверждают опытные посетители спортзалов, вместе сложнее прогуливать тренировки. Проще себя заставить, когда не хочется идти в зал, когда устал после работы. Один другого будет заставлять, и это будет максимальный вариант. В общем, компании есть, вещи собраны, тело готово к спортивным подвигам, и вот он, спортзал, весь, целиком и полностью в вашем распоряжении. Сразу оговоримся, каждая тренировка – это система. Система, выстроенная по определенной методике. Подход «беру гантели» и кручу, как хочу, тут не пройдет. Конечно, если вы изучили массу литературы и основательно теоретически подготовились, можете попробовать заниматься самостоятельно. Но в этом случае имейте в виду, что вся ответственность за ваш организм и его сохранность лежит полностью на ваших плечах. Поэтому оптимальный вариант – занятие с тренером. Профессионал все вам расскажет, покажет, подберет нужную программу и поможет достичь желаемого результата. В зале больше возможностей для достижения гораздо большего количества целей. Для любого человека. В плане спортивных достижений абсолютно любых. Можно накачать силу, можно накачать ловкость, быстроту, можно укрепить сердечно-сосудистую систему. Опять-таки, в кардиозале, на дорожке беговых. То есть спектр вообще полный. На то он издал тренажерный, где все основные снаряды в одном месте сфокусированы. Словом, обзаведитесь терпением и не теряйте целеустремленности. И тогда, но уже совсем скоро, спортзал станет вторым домом. А гантели, штанги и прочие спортивные прелести – лучшими друзьями. А вот у людей, которые занимаются видом спорта, о котором речь пойдет далее, вопрос о том, стоит ли ходить в спортзал, точно не стоит. Рязанская область заняла второе место в командном зачете чемпионата ЦФО по ММА. Соревнования прошли в Иванове. В личном зачете рязанские бойцы завоевали три бронзовые медали. Призерами чемпионата стали представители трех самых тяжелых категорий. Расул Нуров до 84 килограммов, Айка Гаспарян до 93 килограммов и Николай Савилов свыше 93 килограммов. Приехали побеждать. Ребята хорошие, немного, но ребята очень хорошие. Калужская область приветствует Иванова. Ребята хорошие, немного, но ребята очень хорошие. Это мои первые такие серьезные соревнования. Ну, бой был тяжелый. В первом раунде я не смог включиться. Но потом увидел слабые стороны соперника. Ну и начал атаковать первым номером. Соперник был выше, неудобнее. Ну, как смог, так выступил. Все по полной прошло, как задумывалось. Все получилось в ударной технике, перебивал и в партер, переводил. В общем, выиграл единогласное мишень и в суде. Еще два боя в переселом. Поехали. 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 Соперник. Поехали. Поехали. Поединок неплохой Мог отработать лучше Плохо разогрелся На следующем поединке я выложусь на все Организация Все хорошо Спасибо тренеру И всем родным, кто за меня болеет И на сегодня это все Будьте спортивными и здоровыми И пусть всегда у вас открывается второе дыхание Субтитры сделал DimaTorzok